Постарики часто можно встретить такие магазины, они как стоковые. Здесь можно найти одежду какую-то, в других магазинах реально ничего нет. Вот сегодня тоже купили. Купили Иришки классный, комбез. И гель для душа. Гель для душа здесь в этом магазине класс. Потому что гели для душа тоже здесь, походу, только мылом моются. Короче, купили шорты, футбол, комбез. Приоделись, Малехов. Едем дальше. Выглядит... А, можно помыть машину еще. Outlet Store. Вот так это все выглядит. Мы бы с удовольствием помыли, но мы не можем выехать жопой, поэтому мы не моемся. Кто-то написал нам, вот, типа, сочувствуем, что машина сломана, и вы не можете теперь работать. Не, мы работаем все, как и раньше. Просто машина не едет назад. Ну, мы ставим ее просто так, чтобы ехать вперед. Поэтому не переживайте. Все в порядке. Мы не можем доехать, куда машина не едет назад, потому что нам же нужно где-то заворачивать, разворачиваться. Мы просто все места ездим на автобусе общественном транспорте. У нас он есть, кстати. Поэтому, конечно же, мы работаем. А, и да, в Коста-Рике только автобусы. Здесь нет трамваев, метро, электричек, электроавтобусов и так далее. Здесь только автобусы? Мопеды вот еще. А, вот мопеды есть еще. А мы едем с работы. Сегодня, кстати, мы поедем на классный закат. По-любому он сегодня будет крутым. На наш, конечно же, пляж, не на какой-то новый. Не на какой-то, да. Сейчас идем в Максипали, посмотрим. Будем выборочно вам показывать цены на продукты. Мы что будем покупать, то будем вам показывать. На ферии стоили помидоры дороже. Здесь в Максипали 900 колонусов томатики. Норм. И апельсины. Апельсины, кстати. 790 колонос. Это недорого. Три апельсина, какое-то три, кстати, этих. Ананасы за 990. Папайя 745. Тоже немного дешевле, чем на ферии. Тоже выбор очень большой. Всегда все есть, все, что нужно. Кокосы 4 штуки за 950 колонос. Кокосы это очень полезно. Их надо правильно выбирать тоже. Хотя бы потрясти их нужно, чтобы они были... Но мы-то умеем это делать. Не так ли? Ну и лучше брать охлажденные, либо охлажденые. Конечно, да. Что-то нету здесь, да, наших стручков? Мы за стручки... А, вот стручки. Вот стручки. Стручковая фасолька. Очень мы любим. И морковки надо взять. Одна пачка 690. Чуть больше доллара за пачку. Кабачок 250 колонос. Одна штука. Авокадо что? По чем? Ага. Будем брать авокадо или нет? Считать еще раз. Просто завтра с утра, потом мы проснемся. Мы что опять будем есть? Возьми один авокадо. Лучше, если будет авокадо. Выбери, пожалуйста, для меня авокадо. Какой у нас красивый, бесподобный цветок. Блин, он прям реально прикольный. А вот это маленькие штучки. Это дети этого цветочка. И он у нас так сильно разросся. В принципе, когда нам его подарили, он уже такой пушистенький был. Поэтому сегодня мы решили его пересаживать. И вот оно. Произведение искусства. Значит, кокосики мы решили не выкидывать и сделать из них мини-коршочки. Один. Второй. Чтобы видно было, вот так перенесу. В общем, вот он. Второй такой цветочек получается. Не, они прикольные и очень красивые. Еще у нас есть алоэ. И оно очень сильно разрослось. Надо бы его пересадить. Надо купить горшки. В общем, получается. Сколько их получается корней? Раз. Два. Три. Четыре. Четыре штуки. И они очень близко друг к другу сейчас. Нам кажется, ему места совсем мало. Надо рассаживать и дарить, наверное, кому-то. Как нам подарили однажды, так и мы кому-нибудь подарим такие прекрасные цветочечки. Ну вот, а у нас раннее утро. Пока я пересаживала, все. Я облилась, конечно же, мокрая. Настя пьет кофе. У нас была стирка. Вчера мы были на океане. И сегодня сделаем то же самое. Вот есть такие записи, которые мы не можем брать и не можем вообще двигаться без машины. Потому что в Коста-Рике в основном все люди живут не в городе, ну, по крайней мере, наши знакомые и наши клиенты, а где-то далеко в джунглях. Кто-то держит ретрит-центры, у кого-то там эко-поселение, у кого что. И поэтому это все очень далеко находится. Вдали от цивилизации. Да, вдали от цивилизации. Там пешочком не дотопаешь. С автобусной остановки не дотопаешь. Там еще километра три надо шлепать по гравийке и по горочкам, и по джунглям. Стоим на остановке. Можно и автобус подождать, даже если долго, да, Эриш? С такими прекрасными видами. Как вам, Анель Антонио? Ставьте лайки. Сегодня ары прилетели. Че-то один пока. И где его парочка, интересно? Вон там, где-то. Где? Там. Вон она. Невероятно. Где она? Ну правильно, ну правильно, это же эти арины деревья. Они тут орешки кушают. Вот они и прилетели. Сейчас самый сезон. Кушают их орешки. Да. Поэтому мы их и видим всю последнее время очень много. Да, скоро поедем на Палас Эко. Там вообще прям стаи ар. Всегда очень-очень много. Посмотрим, где нету ветра. Посмотрим. Асьюный цепи. Уходим. Первый колонбiac. Ну. Как выоже. Только взвес田. Палас. 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 Видно или нет? Вот такой у нас зум, красивые, вообще классные, очень большие, просто прекрасные птицы. В этом местечко выбрали вот такое, наслаждаемся. Решили записать для вас закат, смотрите какой он сегодня красивущий, невероятно красивый, огненный. Вообще Коста-Рика славится своими розовыми закатами, как раз сегодня именно такой вечер. 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 Продолжение следует...